Человек, который изменил историю. Сталин в прошлом и будущем. Андрей Фурсов за 5 марта 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить неизвестных, поддержавших мою работу через донат и через личный кабинет провайдера. Огромное человеческое спасибо. Поехали. 5 марта 1953 года. Умер Иосиф Сталин, глава огромной сверхдержавы, оснащенной ядерным щитом, который защищает нашу страну до сих пор. В наши дни появилось очень много работ, в которых дана объективная оценка сталинской эпохи, дана объективная информация, кем был Сталин. Во-вторых, фигуру Сталина оценивают в сравнении с тем, что произошло и происходит в России за последние 30 лет. Эпоха Сталина представляется намного более выигрышной по сравнению с постсоветской Россией, потому что Советский Союз был сверхдержавой, никто не мог из страну вытирать ноги. И кроме того, Советский Союз – это было общество заявленного социально-экономического равенства. И вот эти два момента – социально-экономический и внешнеполитический, геополитический – выгодно отличают Сталинский Советский Союз от постсоветской РФ. Но есть еще один момент. Люди прекрасно понимают, что мы до сих пор живем на сталинском фундаменте. Ядерное оружие, которое было создано во второй половине 1940-х годов, в начале 1950-х – это фундамент, заложенный Сталином и Берией. И чем хуже становятся международные отношения, тем больше людей понимают, что с нами не обходятся так же, как с сербами и ливийцами, только потому, что у нас есть это наследие. То, что Сталин мешал в верхушке – это очевидно. То, что в верхушке назревал с конца 1940-х годов острый конфликт – тоже очевидно. Этот конфликт проявился и был совершенно очевиден во время 19-го съезда ВКПБ, на котором ВКПБ превратилось в КПСС. Аббревиатура Б, то есть большевики, была отброшена. И достаточно посмотреть на поведение Сталина на этом съезде, чтобы понять, что он был недоволен. И не случайно сразу же после съезда на пленуме он расширил состав президиума ЦК КПСС и расширил перечень кандидатов в члены президиума. То есть он, безусловно, мешал верхушке. А как конкретно произошло, была ли это смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь – это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть. В этом была заинтересована часть партапарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь не случайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась «Как сделать так, чтобы Сталин ушел?». У истории есть сослагательное наклонение. Плохие историки говорят, что его нет. У истории всегда есть несколько вариантов развития. И говорить, что у истории нет сослагательного наклонения – это значит полностью отрицать многовариантность истории и сводить ее к такому жесткому детерминизму и исключать проблему человеческой воли, субъекта, наконец, случайности. Маркс говорил, что без случайностей история имела бы мистический вид. Поэтому разговоры о том, что у истории нет сослагательного наклонения – это попытка придать истории мистический вид. У истории всегда несколько вариантов. Сталин, безусловно, решил бы проблему с преемником. Во-вторых, он, по крайней мере, выдавил из президиума то, что до этого и потом при Брежневе называлось Политбюро – целый ряд людей. Дело заключалось в том, что Сталин вел уже неравную борьбу. Номенклатура за время Великой Отечественной, пока она была избавлена от чисток, сформировалась, по сути, как квазикласс. Кроме того, партийные структуры проросли в хозяйственные. Не случайно в 1946 году принимается постановление о недопустимости взятия на себя партийной структурой хозяйственных функций. Сталин бился не просто со своим ближайшим окружением, не с какими-то конкретными людьми. Он бился с целым слоем, который постепенно перерождался. И в этом отношении надо сказать, что страхи Сталина и опасения Троцкого, двух врагов, оказались верными. Троцкий в конце 1930-х годов уже откровенно писал о перерождении советской бюрократии в квазикласс и говорил об опасности перерождения его в буржуазию. Сталин называл эту группу проклятой кастой. Но он считал, что чистками и подтягиванием рабочего класса эта проблема будет решена. Но он прекрасно понимал опасность того, что по мере приближения социализма классовая борьба будет усиливаться. У нас некоторые трактуют это как борьбу с кулаками. Ничего подобного. Он имел в виду опасность перерождения бюрократии в буржуазию. И Горбачевщина, и Ельцинщина показали, что он опасался правильно. Это и есть обострение классовой борьбы в ходе построения социализма. Нам нужен институт Сталина, который изучал бы сталинское наследие, как теоретическое, так и практическое. Институт Сталина должен изучать несколько вещей. Он должен изучать сталинскую эпоху, а во-вторых, сталинское наследие с точки зрения места его в марксистской мысли, русской мысли. На базе этого центра можно было бы проводить конференции, посвященные не только Сталину, но и сталинской эпохе. Кроме того, этот центр мог бы выступать как борец противочернения советского периода нашей истории. Сталин, конечно, не был ангелом, но он не был и демоном. Нам нужна беспощадная правда о самих себе, о Сталине и сталинской эпохе. Я думаю, что если России суждено сохраниться и пройти через бутылочное горлышко кризиса ближайшего десятилетия, то памятники Сталину будут стоять не только в Москве, они будут стоять во многих городах. Инициатива будет исходить не только сверху, но и снизу. Ну а памятник Сталину – это не просто постамент победителю во Второй мировой. Для нас более важна Великая Отечественная. Это будет памятник величайшему деятелю русской истории. Мир вошел в очень-очень острый кризис. Это кризис конца капиталистической эпохи. К сожалению, в истории очень часто побеждают наихудший вариант. Готовиться всегда нужно к самому плохому, как готовился Сталин в 1931 году к 1941 году. Он тогда сказал, что если мы не пробежим за 10 лет тот путь, который западные страны пробежали за 100, нас сомнут. Через 10 лет действительно началась Великая Отечественная. И мы за 1930-е годы действительно пробежали очень быстро свой путь. В 1937 году Советский Союз добился военно-промышленной автарки от капиталистического мира. Сейчас ситуация аналогичная. Только она, пожалуй, острее, потому что нынешняя Россия слабее Советского Союза 1930-х годов. Причем слабее не только в материально-техническом плане, но и в идейно-политическом, в идеологическом. Андрей Фурсов Человек, который изменил историю. Сталин в прошлом и будущем.